Завершился второй областной фестиваль любительского кино туристской направленности «Дороги, которые мы выбираем». Любители кино и путешествий представляли свои фото и видеоработы. Первое место в номинации «Видовой фильм» получил житель Рассказова Алексей Йенин. С туристом познакомилась Наталья Киселева. Алексей Йенин туризмом увлекся лет 20 назад. Сначала это были байдарки, а сейчас катамаран. А как появилась камера, начал осваивать профессию видеооператора. Стал делать небольшие фильмы для себя, для друзей. В память о путешествиях. 4 ноября мы все время собирались, всем коллективом снимали и кафе, и большие коллективы. У нас была точка, ставим точку по завершению похода. Потом сказали, что в Тамбовской области проводится фестиваль. На суд жюри был отправлен ролик у подножья Белого листа. Летом 2012 года туристы из Рассказова и Тамбова отправились на Алтай за новыми приключениями, знакомствами и впечатлениями. Нам очень повезло, говорит Алексей Йенин, что мы родились на нашей планете. И у нас есть возможность посмотреть мир. Конечно, на подобные путешествия требуются затраты, но это того стоит. В поездке на Алтай для Тамбовчан знаковой стала встреча с художницей из Москвы, которая рисовала горы. Еще тогда сюжета к будущему видеофильму не было, вспоминает Алексей. Тут тоже какое-то определенное стечение обстоятельств. Художница девчонка показала свои работы, она во время похода рисовала. И я попросил ее, ты нарисуй, а я буду снимать. Даже еще мыслей никаких не было, просто мне было интересно заснять сам процесс. А дальше съемки путешествия на лошадях, переправы, покорение рек и горных вершин. После таких поездок что-то в тебе меняется, говорит Алексей. По-другому смотришь на жизнь, меняется восприятие. Алтай – место загадочное, мистическое и красивое. На фестивале эта работа заняла первое место в номинации «Видовой фильм». Это не первое участие Алексея Йенина в подобных конкурсах. С 2008 года он постоянно участник фестиваля любительского кино. Часть роликов даже вошли в туристические видеосборники. Вот поверили в свои силы. И с тех пор уже как бы практически после каждого похода делаем фильм. И сейчас уже участвуем, я вот участвую в фестивалях в Москве, в Рязани, в Уфе. Там такой очень мощный фестиваль министерство проводит. Уже хочется и надо сделать так, чтобы было интересно смотреть совершенно незнакомым людям. А значит должно быть какие-то уже требования определенные к материалу. То есть должен быть определенный ритм, должно быть интересное музыкальное сопровождение. Ну и самое главное, конечно, это нужно очень неплохо снять. Из каждой поездки, конечно же, привозятся сувениры. С Алтая Алексей Йенин привез камни с горы Матерь Мира. Каждый сувенир – особое воспоминание и стимул к новым походам, чтобы, как сказал классик в старости, не жалеть о том, что слишком мало путешествовали. Наталья Киселева, Сергей Тамахин, Новости ТВ рассказывает. Пока готовился этот сюжет, Алексей Йенин сообщил нам, что видеофильм «У подножья белого листа» в Уфе в конкурсе «Туристические хроники» взял гран-при.